Всем привет! Меня зовут Юра Джаналиев. Меня Никита Сдор. Мы студенты, четвертый курс заканчиваем архитектурного. Мы расскажем вам о том, как мы ездили в Китай обучаться по обмену в город Шиньян. У нас был очень долгий путь, 8 тысяч километров мы преодолели. Это было 40 часов, это была очень тяжелая поездка. Мы летели на нескольких самолетах с присадками в Москве, потом в Пекине, потом ехали еще на поезде в Шиньян. Это город на севере Китая, он промышленный, большой, крупный, живет там 8 миллионов человек. Значит, требования при поступлении. Что вам необходимо? Это табель успеваемости за последние два семестра. Также сертификат о владении английским языком не ниже уровня B2. Смотря в какую страну вы поедете, IELTS или TOEFL или какой-либо другой. Также если вы проходили обучение английского языка у себя в университете, то в большинстве случаев ваш университет имеет право выдать вам этот сертификат. Вы проходите собеседование, тестирование и получаете его. Дальше медицинская справка о здоровье и план обучения, в котором входят цели, задачи того, что вы хотите изучать. Когда вы едете по обмену, вы можете выбрать свои предметы и то, что вы хотите сделать. Не так, как здесь у вас, в России. На самом деле, когда мы туда поехали, мы абсолютно не знали ничего о базе, о Китае. То есть это было что-то на уровне школьной программы географии и какие-то стереотипы. Как вот про Россию думают, что у нас медведи ручные, балалайки. Так и мы думали, что Китай – это что-то совсем другое. Но мы решились, мы посчитали, что это отличный опыт, мы знали, что там очень развита архитектура. Немножко об университете, в котором мы учились. В этом университете учатся около 20 тысяч студентов постоянно, и он имеет большой кампус, более 100 гектаров, на котором все располагается. Это около 30 учебных корпусов, общежития. Там есть большая коммерческая улица, на которой есть все необходимое. Это кафе, рестораны, банки, салон сотовой связи. Вам не нужно выходить вообще за пределы вашего кампуса. Вы можете пользоваться всем необходимым там. Есть распечатки, есть канцелярские магазины. При основании этого университета он был изначально архитектурным, но сейчас у него более широкий профиль – это Шиньянский строительный университет. То есть вдумайтесь, 100 гектаров – это чуть ли не целый маленький городок студенческий, в нем достаточно много, сколько, около 40 корпусов, огромный парк, в принципе, вся территория зеленена, и есть бассейны, озера. По процессу обучения программа похожа на ту, которую мы здесь проходим, но есть нюансы, и нюансы хорошие. То есть у нас все было известно заранее. Мы приехали, нам дали задания проектов наших, которые мы там будем выполнять, и сразу была известна дата, время и аудитория, где мы будем сдавать наш проект. Это очень здорово, потому что именно в этот день, в это время была защита проекта. Защита проекта там проходит не так, как здесь. Там собираются преподаватели Шиньянского университета, еще соседних университетов. Студенты готовятся к ней за две недели, наверное, точно. Еще даже у них не готовы их проекты, может, даже не начаты, но они уже готовятся к сдаче, потому что это очень важно для них – защитить свою идею. В ней собирается много преподавателей и целая аудитория студентов, и вы защищаете свой проект. Выполняется по два человека в основном, потому что у них очень много требований в проектах и большой объем. Также у нас был китайский язык каждый день, по три пары могло быть. Но это было реально здорово, интересно. И у нас были несколько экзаменов по китайскому языку в конце. В этом университете немного другая структура преподавания или образования. То есть у вас есть, так же, как и здесь, 12 предметов в семестре, но вы их не проходите одновременно, как здесь. Сначала идет два-три предмета, один месяц, потом вы сдаете по ним экзамены и зачеты и так далее. То есть как таковой сессии нету, и все время вот в таком ритме находитесь, и каждый день у вас по несколько пар стоит одного и того же предмета. Это помогает больше сосредоточиться на важном и не распространяться на все предметы и делать все понемногу. То есть ты можешь заняться именно одним проектом, одним, историей архитектуры и так далее. Ну вот здесь фотографии. Также у нас был курс моделирования. Мы изучали конструкции архитектурные традиционных китайских жилищ. И по окончанию мы должны были представить либо планшет чертежей какого-то храма традиционного, либо вот конструкцию сделать. Это даугун, несущая часть колонны. Это китайская конструкция. Мы ее должны были сделать либо из дерева, либо из картона склеить. Ну, мы выбрали картон, потому что это быстрее. У нас было очень мало времени. Мы его буквально за три дня должны были сделать. В этом университете есть озеро, которое зимой замерзает. И есть такая практика, что на нем занимаются на уроках физкультуры. И все студенты сдают экзамены, это катание на коньках. Или также проводятся соревнования между факультетами, кто будет лучший. Также и хоккей. И очень интересно. Летом это озеро приспособлено. Там кормят рыб, приходят все. Там стоят кормушки по территории берега. И можно любой подойти, взять корм, кинуть. И там очень много разноцветных карпов плавает. И они прям в стаи плывут к тебе, и ты боишься, что они съедят тебя. Основные предметы, которые у нас были, это архитектурное проектирование. Мы проектировали отель в горах Вушан. Конструкции китайских традиционных жилищ. История китайской архитектуры, искусство, архитектурная среда инновации. Очень классный предмет, потому что к ним приезжают профессоры со всех стран. Лично, когда мы были, приезжал немецкий профессор, давал лекцию. Приезжал японский профессор, корейский. При этом всегда есть переводчики, и лекция переводится сразу на три языка. То есть, сказал профессор немецкий, и потом это все переводят на китайский, на английский. На самом деле, это прикольно, потому что можно делиться опытом. Еще был китайский язык, говорение, слушание и общий курс. И каллиграфия, китайский язык. Вот. Занятия проводились на китайском, японском, корейском, как я только что сказал. Ну, все переводилось на английский язык. Также есть практика, когда, по, к примеру, предмету истории архитектуры, есть выездные экскурсии в соседний город или какой-либо район, чтобы изучить конструкции древних жилищ китайских традиционных. Так мы выезжали в Пекин, и в Шиньяне есть старый город. Там мы делали зарисовки, и потом вычерчивали эти храмы. Преподаватели очень любили нас спрашивать почему-то. Не знаю, с нами еще в группе были немецкие друзья и китайские. Но почему-то каждый раз спрашивали нас про устройство доугунов, и им нравилось нас слушать. Не знаю почему, но преподаватели очень улыбались всегда. Очень добродушные люди. Люди — это то, что нам запомнилось больше всего. Ну, вот это в Пекине, в запретном городе. Кстати, в Шиньяне тоже есть запретный город небольшой, и их всего два на территории Китая. Вот в Пекине и в Шиньяне. Также в Азии просто распространен спорт очень. Это целый культ спорта. Люди занимаются все от детей до пожилых людей. Они не стараются накачать себе тело, мышцы. Они стараются просто поддерживать свое здоровье. Это для них главное. Они выходят целыми жилыми комплексами бабушки и дедушки вечером, включают колонку, становятся вокруг и начинают танцевать. Они заучивают какие-то танцы. Они прыгают, бегают, танцуют, улыбаются. И ты просто гуляешь по набережной и видишь все это. Это очень умиляет на самом деле. То же самое в университете. Они становятся в круг, вокруг колонки и начинают танцевать. Может, они так греются, потому что там было очень холодно. Минус 25 ночью, минус 18 где-то днем. Ну, так как это север Китая. Вот на территории у нас находился спортивный корпус. У него был огромный тренажерный зал, бассейн, залы для занятия боевыми искусствами, настольный теннис, спортивные залы, танцы. Еще очень интересная вещь, то, что прямо на территории, ну, как я уже сказал, территория очень большая и она вся озеленена. То есть это огромный парк. Мы шли из одного корпуса в другой, когда по улице, а не по коридорам, то обязательно встречали белку, ежа какого-нибудь в вечернее время. Кстати, там водятся ежи-альбиносы, прям белые полностью, и их никто не ловит, они просто там ползают. И на территории вот такая прогулочная зона из рисовых чеков и кувшинки там еще растут в этих чеках. И потом они этот рис собирают осенью, и целый год в столовых подают именно этот рис, который они выращивают на территории университета. Также там крабы водятся, сухопутные, и вечером идешь, и ползет краб такой большой. Некоторые их ловят и едят там, кстати. Также были олени, прям в университете был огромный загон, они там себя очень комфортно чувствовали, были павлины, различные животные, все это нормально для них, для китайцев. Они там строят дома для собак, для кошек. У них прямо на территории университета есть мини-зоопарк. Как я раньше сказал, на территории кампуса очень много корпусов, и все между собой они связаны коридорами, переходами во всех уровнях. Всего их 5 этажей, и во всех уровнях есть переходы, в которых также есть общественно небольшие пространства, где студент может готовиться к следующему предмету, к экзаменам и так далее. На территории кампуса есть самый длинный в Азии коридор, он составляет 756 метров, это надо минут 10 по нему где-то идти, и он соединяет все учебные корпусы, в нем располагается основная зона подготовки для студентов, там находятся диваны и столы, и также по всему университету есть бесплатный Wi-Fi. Там студенты готовятся, и когда наступает время сдачи экзаменов, обычно университет работает с 8 утра до 10 вечера, но в дни экзаменов его полностью не закрывают, и ночь на полет все сидят и готовятся к предстоящей задаче. Это заправная вещь, потому что они просто остаются в университете, никуда не уходят, у них там подушечки лежат, то есть они могут спать там, есть специальные, типа общежития комнаты, где можно поспать, но они не спят, они просто готовятся всю ночь, у них есть много пространств, типа библиотеки, где все очень круто сделано, классный дизайн, это в основном лофт, что-то современное, хай-тек, да, вот корпус архитектурный был на территории, это наш корпус, где мы, в принципе, почти все время занимались, современный дизайн, очень здорово, аудитории, конечно, классные. Там проходят выставки работ студентов, их курсовые, также выставляются работы архитекторов, которые работают и преподают в этом университете. К нам приезжали профессоры из Японии, Южной Кореи, они вели отдельный предмет, и все эти занятия, лекции проходили именно в этом корпусе. Вот как выглядит корпус для архитектурного проектирования и обычный лекционный. Что удивительно, то в аудитории для проектирования есть у каждого свое место, рабочий стол, где у него есть ноутбук или компьютер, и он их оставляет, он их никуда не уносит, он там делает макеты, рисует, моделирует. Это чисто его место на время его обучения. Там никто не заберет твои вещи, ты можешь оставить их и уехать к себе домой на неделю, на две и не переживать о том, что твой ноутбук или какие-то другие вещи у кого-то уходят. Вот еще хотелось бы добавить, здесь такие беленькие, стерильные аудитории. Да, это так, но есть еще и аудитории, где они режут, кромсают, макеты клеят, вот, и у них там целый, не знаю, как это назвать, там на стенах огромные граффити и все заклеено рисунками девочек, мальчиков. Очень атмосферно. Это вот метод фонд, они так хранят макеты, самые удачные на их взгляд. Очень интересное решение, можно прогуляться вот так вот по таким лестницам и посмотреть на макеты предыдущих лет. Возможности в области профессионального роста безусловно есть, вы можете ездить туда на летние школы, какие-то подкурсы, курсы можете, если заканчиваете там бакалавриат, поступать в магистратуру, вам будут рады. После магистратуры, возможно устройство на работу. Единственное, во время обучения работать нельзя в Китае, там это запрещено, вас могут депортировать и запретить въезд в страну на какое-то время. Есть две трудности, с которыми мы столкнулись во время обучения. Это климат. Для нас это было очень непривычно. В начале октября начались первые заморозки и три месяца держалась температура минус 25 ночью и днем минус 18 и очень сухо, нет осадков. Но вот эта вот фотография, это в конце уже, когда мы уезжали, пошел снег впервые. И языковой барьер, потому что за пределами университета никто не знает английский. В каких-то ресторанах, кафе нельзя как бы подойти к человеку и спросить, где что находится. Тебе нужно именно знание китайского. Но мы с этим справились. У нас первый месяц был усиленный интенсив по китайскому языку, и мы какие-то азы освоили. И в принципе это возможно. На самом деле с языком было, да, сложно, но потом это было даже интересно практиковать китайский язык в столовых, ресторанах, в каких-то магазинах или просто в парках. Главное, что вам нужно знать, это не острый, как будет по-китайски, когда вы заказываете себе еду, потому что они действительно любят острое. Но там дальше будет слайд, я расскажу про еду. Одно из самых интересных открытий для нас было, это очень дружелюбные люди, общительные. У нас был у каждого свой тьютор, это китайский друг, который мог тебе помочь в любой момент. Но также ты, когда ты знакомился с другими людьми, они были очень дружелюбные. И ты можешь своему китайскому другу написать в любое время дня и ночи, попросить у него помощи, он тебе не откажется и сделает все, что угодно в его силах, чтобы тебе помочь. К примеру, съездить 1 января в больницу и с тобой посидеть весь день, сдавать анализы, общаться с врачами, потому что там никто не знает английский, и только с китайским другом. Другом ты можешь пойти туда и как-то поконсультироваться и узнать, что с тобой. Было реально очень необычно видеть всегда улыбающихся людей. Ты идешь, и люди улыбаются и смотрят на тебя. Они хотят с тобой сфотографироваться. Когда мы хотели гулять и где-то фотографировались, к нам подбегали люди и начинали просто с нами фотографироваться, там реальный недостаток европейцев и не знаю, в чем причина. Они всех считают за суперзвезд. Начинается целая очередь за тобой устраиваться, чтобы сделать селфи или что-нибудь типа того. Ну, это, конечно, не главное. Главное, что они очень любят помогать. Вот у них спрашиваешь что-то, они могут ехать в другую сторону, но ты спросишь дорогу до университета, он сядет с тобой в метро, и доедет с тобой до университета в другую сторону в 10 часов вечера, при том, что уже скоро метро закроется. С учителями тоже было такое, что они очень дружелюбные, очень. Вот. И еда это еще одна самая классная часть Азии для меня лично, потому что не верьте, когда говорят, что в Китае вы не сможете ничего найти съедобного, что там все острое или там червяки сплошные какие-то. Вот. На самом деле это не так. Там представлены кухни вообще всех стран, по-моему, и люди очень любят проводить свое время в ресторанах. Вот мы там, когда были, мы питались в основном в каких-то кафе, ресторанах, потому что это там дешевле, чем готовить самому. Можно пообедать на 150 рублей, 100 рублей вот такой вот огромной чашкой с вермишелью, мясом, брокколи, что угодно. Есть рестораны, в которых вы просто приходите, берете посуду специальную и сами ходите, накладываете себе все, что вы любите. То есть мясо сырое, сырое сначала, его потом приготовят. Рис, овощи, морепродукты, потом отдаете повару и он готовит из этого какое-то блюдо вам. И всегда что-то новенькое. И это тоже стоит в районе 100-150 рублей, если переводить на русские деньги. Очень дешево. Также можно покушать, конечно, всяких морских ежей, рапанов, улиток, лягушек, пауков, очень много фруктов, фрукты нереально вкусные, вообще всегда свежий, всегда манго там стоит, как у нас яблоки, драконьи фрукты мы всегда кушали. Там всё это доступно и очень вкусно. Как повлиял опыт обучения в вашем родном вузе на учёбу в иностранной школе? Я думаю, что у нас достаточно сильная архитектурная школа, особенно реставрация, как я с реставрацией. И нас преподаватели реально были рады видеть. Они ставили нас пример несколько раз. Нам было даже стыдно, мы закрывали лицо руками, потому что когда была защита проекта, когда сидел огромный стол преподавателей и целая аудитория студентов с разных потоков, с разных курсов. И тут вышел преподаватель наш и начал просто всех отчитывать, что они сделали проект хуже, чем мы, что им нужно учиться. И нам несколько раз они говорили, что они также перенимают русский опыт постоянно в своём обучении. Ну, в общем, они были рады нам. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ